Божьей милости, будь мне грешен. Создавный Господи, помилуй меня. Бесчеславец и грешил Господи. Прости меня грешен, помилуй и благослови. Царь небесный. Создавный Господи, благослови провести эти занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных Твоих слов. Прибудь с нами в сей день благодатный. Хвалать им в честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы маленько сегодня запозднали. У нас готовят посылки отправить. Полный комплект в Испанию. Это очень дорогое удовольствие. Это значит, чтобы не раздавить. И поэтому сразу шофер уезжает. Володя, Татьяна, мы их сразу несколько. Да еще и Людмила помогала писать буквы-то с ватинской, чтобы еще не потерять. Старь подседай, что-то дальше. И бог его не опустай, не дай мне. Вот так. Давай. Послание к телепейцам апостола Павла, 3 глава, 20 стиха. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, в которую он действует и покоряет себе все». Все. Толкование. Многое теперь терпит наше тело. Связывается, бичуется и подвергается бесчисленным бедствиям. Потому оно называется уничиженным телом, что подлежит тлению и разрушению. Но оно преобразится, то есть, оставаясь тем же самым, облечется в нетление. Потому что под преображением нужно разуметь освобождение от тления. Так как, говорит, тело наше сделалось подобным телу Христа через общение в страданиях, то оно сделается таким же и в славе его. Ах, что он сказал? «Наше тело будет сообразно тому телу, с большой буквы, которому поклоняются ангелы, которая сидит одесную отца. Одному преславному телу будет подобно наше тело и так же прославится, как и оно». Итак, если и вся вселенная будет слезно оплакивать потерявших такую славу, а плачет ли она их достойно? Так как апостол сказал о великом и почти невероятном, то поэтому говорит, не сомневайся, потому что он, Бог, имеет силу, которая совершает все, и которая покорил ангелов, архангелов и демонов. Поэтому, если он, Бог, совершил столь великое, то тем более может совершить гораздо меньшее. Кто же покорил? Вопрос. Некоторые говорят, что Бог Отец покорил ему, то есть Христу, все. Но это не вытекает из предыдущего, потому что апостол не говорил выше об Отце. Итак, лучше разуметь это о Христе, который силой своей божественности покорил себе, то есть своему телу, все. Не будем бояться, что мы как бы разделяем Христа. Мы знаем Его единого, даже в различии Его естеств. Вы сразу поднимаете руку, ведущий скажет что-то, говори. Не просто сидеть, а отсидеть и ничего и нет. Какие-то мысли приходят. Потому что земное это все уходит. Вот сидим в столе, может быть, его уже сегодня не будет. Что едим оно. И так понятно, через сутки уже пропащее здание рушится. Вчера я прочитал это. В школе ремонт делают. Хорошее дело. И они ремонтируют, и окна вставляют пластиковые. Хорошее дело. И вдруг рабочие заметили, что трещина пошла. Отчего? От того, что сверлили, вставляли или что-то. Сказали директору, решили вывести учеников, призвать там, позвонили где. Вывели, когда по лестнице-то спустились со второго этажа-то. Посчитали, семь человек нет. А там одиннадцатый класс, и девчонки спрятались, чтобы посмотреть-то, что будет. И когда они подошли в окно смотреть, в это время стена обрушилась. Шесть сразу убила насмерть. Одиннадцатый класс, это же взрослые были. Там про одно не написано. И рабочего там где-то. А теперь ищут, кто виновен. Ну, кто бы не виновен был. Вопрос-то и так. Кто думал в этот момент, что есть вечность. Что не надо тут красить и прочее. Там высокие каблуки, там разные глупости-то эти. Эту коротенькую мгновение, а тут мгновение, миг, моргнул глазами, и все это вот, все, жизнь закончилась. Один раз моргнуть. И девчонки-то какие растут. Кто в это время думал о смерти? Нет, трещина интересная. А что там дальше будет-то? Даша могила, она разверзла с могилу. Это все напечатано в газете. И сегодня уже было. Я все дни, вот как приехал, смотрю. Охотники за нацистами. Нацисты хантер там это. Кто охотится. Вот такие-то были, такие-то были. Как идет Нюрнбинский процесс, как их судят, как они шахот построили по лестнице. Петлю надевают, а на нем башлык. И под ним пол проваливается. А он летит, и голова-то у него здесь, шейный позвонок отрывается. Они боли, ничего он не чувствует уже. И уже все его нет. А Герем, вот его везти только, он в это время отравился, Герман. Так они его мертвого притащили все-таки сюда. Мертвого. И через повешение решили убить. Так какое ты право имел отравлять социалистым калием, социанидом? Так что же ты наделал-то? Нам же вешать тебя надо. Ну вешайте. Мертвого теперь. А он лежит, рот раскрыл. Второе лицо после Гитлера Борман. Гера, этот, Мартин Борман. Тоже найти не могут. Наконец, через сколько-то лет находят труп около вокзала там под землей. А сын его согласился дать кровь, и ДНК показало это он. А считали, что он в Аргентине где-то. И по порядку их. 20 осудили. Кому-то пожизненное, кому-то что-то. Кто-то повесился над унитазом. Ну повесили. И там сейчас говорят, почему он знал, где золото Гитлера. И не сказал, и уколали, пичкали, пичкали. Но чтобы не сказал, тут уже повесили. Еще бы он повесился. Так еще суть не кончился. И все временное. Ну хоть один был в этой огромной мошене Адольфа Гитлера. Хоть один, который думал о жизни вечной. Ни одного. Хотя там один сидит, Бога молит, чтоб помог ему. Кресель-то как католик. Вспомнил, что он католик. Да Гитлер в хоре пел. Он тоже католик. И тоже крещеный был. И Ленин Владимир Владимирович крещеный был дворянин. Тот кресель скрестился так. А где, которая, как гордо Ленина была Сталин? Кто, где, где имущество? У Сталина один старый китель остался. Как моего отца. У него ничего не было. Поношенная пуражка. Вся страна принадлежала. Нигде ничего нет. А если, который, вот сейчас Абрамович, там другие, Березовский, возьмет что-то с собой, не рубля. Ни доллара, ни стерлинга. А здесь говорится о чем? Будет тело, как его. Как Христа. Что мы ожидаем это. Вот ежеминутно, ежесекундно все подчинить этому делу. Да нет этого, просто нету. Ну, может быть, может быть, кто-то уже там больной, лежит, помирает, всю жизнь вернуешься. Тут минуту только все. Вот мы ели на машине потеряевку. Я купил большой КамАЗ, рабицы, инструменту, топором, пил, ножовок там, ну, всего накупил. И около подстекнуто, разворачиваемся где-то. Поворот-то крутой-то был. Около по-новой. А дальше подстекнуто. А дождь прошел, и потом застыло, и потом опять тепло. И вот она как маслом намазанная дорога. Да еще у КамАЗа там все эти протекторы такие стерты. И наша машина пошла на повороте боком. Ну, шли километров 30-то. Боком-боком. Я сидел, считал молитву. Как только машина начала разворачиваться, у меня молитвы вся исчезла. Я только сижу, у меня в мыслях вот так вот добиться. Это не должно быть. Это нельзя. Это невозможно. А там грубокие, как и обраг, ну, где это? Я потерял сознание, ничего нет. Шофер точно так же. Машина опрокинулась. Все из нашей машины куварем. Сетка вся распушилась, ее в три машины не сложишь теперь. Ну, рабица. Это же, ну, понятно, она же свернута была. Шофер-то, когда при себя пришел в машину, там меня нигде нет. Он испугался. Меня там нашли. Я в кабине сижу-то. А у меня руку-то развернуло, видимо, этой руке добавило-то. Я не чувствую, я руку беру так, и думал, что она у меня оторвана. Где молитва-то моя? В это время-то нет у нее. Я теперь прямо говорю, когда уже горло ложь, вот уже не о молитве думают. Вот тут теперь я уже молюсь, пришел. А я смог не прийти в себя под инструментом, под сиденьем, заваленный. вот так. Вот мы это делаем, мы посылаем. Игорь Михайлович, как вы собрались в больницу? Через Татьяну, ты изменишь она мне? Нет, ну мы пробудем, сколько пока вот это пошлем, а потом как? А потом как? А Андрей-то уезжает? Уезжает. Ты идешь домой. Нет, я не могу. Ты меня жди там, и звонишь. Я сажусь сейчас, еду, и там мимо Польфа штамп-то еду. Туда ехать? Да. Ну только в обед мы как раз попадем, наверное, в обед. Ну теперь я не знаю, дальше, как встретиться, я могу ответить. 5 часов теперь только. Ты мне звонишь, я готов. Ты говоришь, я тебя жду. Давайте после обеда тогда. Ну давай. Ты из дома выйдешь, да? Да, да. На какой автобус, где мне садитесь? Ну вы садитесь на Пушкинской, до площади Советов. Вы ходите, площадь Советов, это вот, вы ходите, Крымая администрация, да, и напротив библиотеки, вход центральный. Да она в городской лежит? Да, да. Мне тут и слазить? Да. А где я тебя найду там? Ну вот, где, это регистратура, центральный вход где. А где она, а на какой улице находится больница-то? На молодежи или на метро? Вот фонтаны где, знаете? Мы где идем на занятия ходили. Да. на остановке встречайтесь, и не будьте мурчат. Не надо остановки. Вот, вы же, мы же с вами ходили, где заходить, главный вход в горбольницу. А мы к кому ходили тогда? Кому не ходили. Всего года. На Галине ходили. Галине, да кому не ходили. А сейчас ход. Галя, Галя. Галя и Сталя. Так, время идет, давайте побыстрее. Сережа, а ты может быть... Ну как это, если я вокруг по штампу заверну, то... А, нет, это вечером же... Ну идти по Диметрову мне? Да, да, да. Еще с этой стороны заходить? Да, да, да. Нет, вам не надо по Диметрову. По дыше? По фонтана, да. Да, туда пойти, с той стороны. Да, да, да. И там ты будешь меня ждать. Договорились, звони. С Богом. Ты взяла эти визитки-то? Нет, не взяла. Нет, нет. Положил, главное, сказал. Вот это вот, убери эту непонятную что, отрагу. Убери с вами эту. Вот понимаешь, что не говоришь, что не сделают, что да, то уже завалили. Убери с вами эту. Это посылку... Конечно, по-вашему не будет, потому что вы делаете по-своему. Зачем вы ее сюда лепите, где книги? Сигнатить язык. Положил визитки, убрали, а какой-то шпрот вонючий туда... Вот это положить им туда, в это... Ну можешь просто на улицу выбросить. Вариантов ты никаких больше нет. Послать. Вопросов даже и не должно быть. Ты календарь положила? Да. Все, с Богом. Смотри, перепроверю еще раз. Там телефон, и вверху напиши Испания по-русски, уголовный. Да, я представлю. Давай. Это не просто так. Сколько здесь? Смотри, задействовали. Андрюша не отпускаем. А то работаем. Мы надеемся, Андрюша по-богу. И от этого я не имею ни рубля, ни копейки за 14 лет. А зачем? А воскресенье будет. Ради Бога. Книги работают в интернете. Такие деньги зачем бы она платила? Тысячу долларов. Понятно? Все время, чтобы в тебе было это чувствование. Я искуплен. И никак не уйдет. Я сказал, что я избран Богом. Как они сейчас в интернете беснуются, папы. Прямо избран, избран, избран. Там воробья котенок ловит, так они прямо с ума сходят. Избран, избран. Я когда им показывают фильм, я сейчас смотрел фильм Иисуса, который хороший. Христос с учениками целуется. А я говорю, у меня нет ни одного, который восставал против, а остался бы целый. И пока ни одного нет. А они это сравнивают? А ты что с этим сравниваешь? Ты покажи фразу, где Господь говорит, чем не умирает, огонь не угасает. Да то, что я говорю, так это совсем ничто. Он говорит, о вечной погибели их. Ты представляешь, пророк, который говорит, все вы будете рассеяны. Вы умрете в чужой земле, Родину не увидите. Почему вы с этими словами мои-то слова не сравниваете-то? Ничего себе. Главное, совершенно безумные, или какие, я не знаю даже. Это целый ролик, сейчас посмотрю, подлинный лик Лапкина. Вымах, это уже два года, как видимо, стоит. Вы вокруг меня пляшете, то я вас знать не знаю. Одно это говорит, что я интересен. Как был такой основатель общества память, Василий Дмитрий Дмитриевич. Ну, его назвали фашист. А он написал большой заголовок. Я фашист, и поэтому я интересен. Он интересен. Они его все спрашивают, лезут, а вы никому не нужны, и вас знать никто не знает. Мне всегда вспоминают это стихотворение, другой как бы автор, у Максима Горького, он стихи писал. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. А про меня и песни поют, и сказки рассказывают. Жития при жизни составили. Жития при жизни. Акафист. Акафист составили. Я пришел, когда вузах был, пришел Акафист. Я к ним боялся за лютые власти, дамы и прочие. По-славянски. Мне это не надо, я не знаю, но я встречаю, я вижу, что я интересен для людей, зачем бы они лезли. Вот я сейчас получил сразу, допустим, из четырех государств, Великобритания, Америка, Австралия. С Австралии ждут когда-то. Вот ничего не сделал. Вот мое сокровище, вот мои люди. Мне интересно жить по сегодняшний день. Я вот нападаю, нападаю, а мне до того интересно. Я сегодня рассказывал, что я где-то подделываю, что-то там, за мной нет ничего. На фотофорной фотографии комментируют. Я отрезал чужую голову. Я говорю, военный-то билет, куда мой денете? Военный-то билет говорит, где я служил, в какой счастье, какой род войск. Почему не говорят? У меня все необыкновенное. Вот любого спрошу, попутно сказать к этому. Когда думаешь о Вечности, Бог берет за тебя заботу. Я говорю, увольнительные были? Давали всем? Нет. А за что? Ну, за разные проступки там отойдет. А какая увольнительная? Ну, допустим, он пошел с 12 до 4. Вот 4 часа в городе. В 4 ты должен быть дома. Я говорю, у меня увольнительные давали 1 января до 31 декабря. Но такого не бывает. Это на свободе. Вот я имел такое. Одна должность была. Одна. На весь Дальний Восток. И мне ее отдали. Я ее не искал. Текстик, смотрите, воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Сказать даже невозможно. А я еду там в Хабаровск, Институт иностранных языков, я заезжаю, несколько дней живу в общежитии. А что надо, я осмотрю, вовремя успею, доложу, кому офицерам пора менять квартиру и прочее. Бог это делает. Почему? Когда вот это ты ищешь, и везде пишут, ищите, говорит, царствие Божие, а остальное приложится, сейчас считай. Да нет остального. Все сие приложится вам. Пища и питье, не больше того. Пища и питье, как Маус Зайдун говорил, должны питаться только вот так-то, так-то. Едите много. Бедных у нас много, это хорошо. Война будет, половина населения Китая погибет. Это хорошо, новые народятся. Зато все будут при коммунизме. Это Ленин говорил. 9-90% погубим в ГУЛАГе, но 10% коммунизм доведем железной рукой. Разве он о небе думал? А здесь, как бы то ни было, он будет думать, Господи, как заповеди не нарушить? Как жить и понимать, что ты хочешь сказать мне, любым событиям? Вот я сегодня с этим кителем-то сколько интересного. Китель и примерили, вернули назад. Так я его еще подниму не раз, этот китель. Новый. И ни одного шурупа не осталось на нем. И сколько лет висел без хозяина, и ни одной поварки на нем нет. Давай. Филиппийцам, 4 глава, 1 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Толкование. Итак, говорит, хотя вы видите их радующимися и прославляемыми, но вы стойте так, как стояли в надежде, что мы прославимся со Христом, и не отступайте от этой надежды. Заметь, какими похвалами он превозносит их. Братья, говорит, и не просто, но возлюбленные, и кроме того еще, вожделенные, то есть такие, к лицезрению которых стремится душа моя. И еще, радость, и не просто, но и венец, славнее которого нет для него ничего. И прежде увещания похвалил их и после опять. Дороги, значит, они были для Павла, если он удостаивает их такой великой чести. Пояснять нечего. Идем дальше. Понимаете, вот слова Павла взять, это Павел, вот это Павел. А забыли, когда он говорит, когда из гостиницы уходили? О ком пророк Иосифович сказал? Глазами будете смотреть, не увидите, ушами не услышите. Это он говорит. И когда ему там противодействуют, как мне, он как их, так же я говорил, братья возлюбленные, он говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола, то в чертов, брат, ты что тут делаешь-то? Это его слова. Что вы с этим сравниваете? Да я-то говорю, просто сказал, блевотиной наполняете все. А где? Он говорит, отвратительный, блевотиной наполненный столы. Почему вы с этим не сравниваете? Я эти слова употребил. Вы, говорит, сидите, чтобы пить мощу своего. Еще теперь правда-то нас оказалось на стороне, как Господь сказал. Так и было. Значит, никогда не смотрят, кто побудил к этому, вот чтобы я в ответ такой дал. Вот, нападают на истину, на истину, чтобы благовестия не было. Проповедь заглушают всячески. Я действительно сказал, ответ дал. Еще и... Так а зачем вы мои слова повторяете десять раз примерно, там, ну, на пленку раз, опять то же самое, и то же, то же, то же. И так остается убить и погубить. Опять я же сижу, и так осталось только убить и погубить. Убить и погубить. Я сказал мои слова, но я сказал один раз, почему оно здесь восемь раз? Это на суде, я уже судился с ними. И он даже не знает, что эти слова я соединил из Златоуста и Достоевского. Он дундук тупой. А почему? Я говорю, если у меня есть цель, и у меня непременно надо ее достигнуть, а на пути будут препятствия, у меня ничего не остается, как убить, погубить, прорваться к цели. У меня цель стоит. А цель какая? А цель, если это во Христе, тогда я должен всех на пути врагов попытаться сделать друзьями, сказать и прочее. Я не могу делать так, как Давид говорит, пить хочу. И они вызвали, взяли сосуд, и враги здесь, они к колодцу прорубили дорогу, почерпнули к Давиду, он стал пить, нет, сына крови, и вылил ее на землю. Представьте, в цель врага прорваться, ну, автомата-то не было. И как они могли так? Почему их стрелой не поразили? Не поразили. И вот на все надо смотреть с этой позиции. Я сегодня могу умереть. Вот я посылаю, а я не знаю дальше, как это будет. Вот Татьяна сейчас не сказал, может мне захватить квиток, мне квиток нужен. Идентификационный номер стоит там, и я его сообщаю, чтобы они могли проследить, где идет посылка. В любой момент можешь. Сейчас раз набрал, интернет покажет, где твоя посылка, в каком городе, где она идет, место. А она может забыть, положить, считать. Филиппинцам 4, 2, 3. Умоляю Еводи, умоляю Синтихию, мыслить так же о Господе. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Толкование. Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви. Поэтому он поручает их некому чудному мужу, который был или братом одной из них, или же мужем. Быть может, он-то и был темничным стражем в Филиппах, читая в книге Деяний, в 16 главе, с 23 по 40 стих. Апостол как бы так говорит. Теперь-то ты и становишься истинным братом и истинным мужем, если в деле Господнем несешь то же бремя, вспомоществуя им. Некоторые совершенно неправильно говорят, что Павел обращается здесь с увещанием к своей жене. но не говоря о многом другом. Немало говорит, и они содействовали мне, хотя это было и при помощи многих других. Посему апостол и говорит, подвязавшимся вместе со мною подлинно в то время церкви находились в прочном союзе между собой, потому что один другого почитал и один другому помогал, а теперь увы. В каком состоянии мы находимся? Друг друга низвергаем? Почему мы совершенно и отличаемся от живших в то время? Видишь ли, какую добродетель приписывает женщине, сказанное Господом апостолом, имена ваши написаны на небесах? Лука 10.20 Павел приписывает и к женщинам, что и их имена вместе с прочими написаны в книге жизни, то есть в ведении и суде Божьем. Или он присудил им жизнь, имея в виду веру их, подобно тому, как неверующий уже осужден, Евангелие Атану 3.18 и следовательно написан в книге смерти. Неверующий. Он их канонизировал, Владимир, Павел. Кто-то сегодня поверит, скажи, имена в книге жизни. А ты видел? Ты что там в небесной бухгалтерии был? Эту канцелярию тебе открыли, ты посмотрел? Почему Павла так не задают вопрос? И свободно говорят, что люди так и понимали, Павел женатый. А собственно, Библия что говорит? Она ничего не говорит об этом. Женатый был или не женат? В житиях было такое, там одна пекла, прям мгновенно, сразу. И сама пришла к нему в тюрьму, женись. Он говорит, там дальше, смотри, уже что отвечал. Мы-то привыкли намертво, что Павел был не женатый, но Петр, куда не шло, еще ему. Кто-то рыбу должен был чистить. Женатый он. и теща у него больная была, тоже лишний расход. Ну вот, мы многое считаем, но здесь-то, откуда он берет это? Мы ему верим. А почему-то не может быть сегодня. Сегодня нет. Вот Гурьянов Николай, там на залите острова, вот Кронштадтский, там или Крестьянкина, ну да, это уже святое, надо его канонизировать. Слова все не евангельские. Ни одного слова нету. И что надо канонизировать, соберутся какие-то дедушки в клубучках, и там будут решать епископы. Нет этого. А почему? Сотрудники благовестий. Главное качество. А эти ни одного дня не благовествовали. К ним ехали. ехали. Наоборот все пошло. Идите, они говорят, нет, я буду сидеть, чтобы они шли ко мне. Ну, с Богом-то спорить не будешь. А если надо, сами придут. Вот меня вызывает прокурор, я бы сейчас ему звонок. Так, вы прокурор, да, я должен к тебе идти, да, но я позвонил, все придут. А я не пойду, ты ко мне иди. Что дальше-то будет? Подруки, тут при полиции меня подруки сгребут и отлезут и поставят перед ним. Вот он. А здесь не так. Мы должны согласиться с этим, что небо открыто, и имена всех записаны, когда мы обратились, приняли святое крещение. И так и надо рассуждать. ты вообще когда причащался в последний раз? Да, не знаю, где все. Крещение принимал с полным погружением и не нуждаешься совсем даже. Ты в этом состоянии, ты умрешь, где ты будешь, когда в тебе жизни-то никакой нету. и ты даже не нуждаешься этим. На службу приходишь, с соглашенными выходишь, и тебя даже нужды нету. Да уже лет на шесть-то есть? Он уставал отогребил. Развуди его. Я с тобой разговариваю. Ты еще под монаха гнешь. Я не засекал. Когда ты крестился, в каком году, Вася? В каком году крестился? В одиннадцатом. Что там? В одиннадцатом году крестился? Ну, в одиннадцатом сейчас сидел шестнадцатый, пять лет считай. А с шести-то один можем отнять. Сколько раз за это время причащался? Ни разу. День крещения причащался? Прочащался? Он считает, что этого достаточно. Ну, он, видишь, это под Марией Египетскую. Как сорок семь лет проводит, когда причащится? Она была на воздухе. Что ты думаешь-то о себе? Когда церковь усыновила, не причащается. Больше года не причащается соглашенными, а ему нужды нет по соглашенным, да соглашенным. Она одинаково себя хорошо чувствует. Это нехорошо. Вот сейчас будет построждественский. Что ты там сделал? Незаконную жену завел себе в кочегарке? Или что? Нет. У тебя собаки тебя сопровождали. Что случилось? Собаку украли? Обиделся, не прощаешь никому. То есть осознания никакого нету. Ты поди наиспоить, батюшки, открой душу свою. Вот ты не советуешься. Накопил деньги, какая-то организация, квартиры. Отдал деньги, приходит организация, нет, таблички убрали. Все, деньги пропали. Полмиллиона, наверное, хапнули. Так? Так. Он говорит, ты не очень склонен с нами. Да, я не достану, я не сказал. Ты нас считаешь, что мы обрезаны, а ты не обрезаны. Ну, что сгорело-то? Не горешь. Пошли. А вот вопрос, оглашенный, он член церкви или не член церкви? Не церкви, он не член. Не член церкви. Он приближенный. Приближенный. Приближенный, но они с церкви. Его вводить будут в церковь специально. Из крещения, и тогда его введут, под руки введут, в белой одежде. А оглашенный какой он? Ну, а который крещеный, оглашенный, он опять? Он с оглашенными, да. Он член или не член уже? Который крещеный, но его... Ну, мы говорим-то не о домашней церковной организации, а о вечности. Если церковь отлучен вне, царствие уже находится. Вне. Поэтому с таким рвением люди несли эпитимью, плакали и молились, чтобы только приняли их, чтобы могли причаститься. А его никто не выгонял и не нуждается. Он мертвый, намертво мертвый. И он не тоскует об этом ничего, ему даже нужды нет. представь себе, меня до Христа не допустили. Реальное воплощение Христа на земле только при счастье. Сектанты показать этого не могут. У них хлеб остается хлебом. Это дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Они его ограничивают голгофы. Но голгофа здесь сегодня. Плоть. Взял хлеб, преломил, подал и сказал, едите, едите и пейте. Это тело мое. За вас сказали, тело мое. Взял хлеб, написано, отдал тело. Недостойно причащается иной против тела или против хлеба? Против тела. Почему решили, что хлеб? Баптисты никогда не говорят, что тела здесь его нету. Это просто воспоминания, вечеры любви. Все. И что они думают иметь? Какая жизнь? Все, что не делается у них, все освящено. Почему? А у нас икон нету. Но икон нету. Еще дальше. У иеговистов у адвентистов нету. Висятиков нет икон. Все разные. Икон нету. Божью Матерь не призывайте. Все. Какие у вас есть укоры православия, у вас у всех нету. Почему не вместе-то? Вопрос его нельзя с повестки снять. Но почему тогда не вместе? Вот так считаю. Филиппинцам 4, глава 4, стих. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю радуйтесь. Полкование. Но как же Господь говорит блаженны плачущие. Матфея 5,4. Потому что плакать таким образом то же самое, что радоваться. О, ответ какой. Ибо не просто сказал радуйтесь, но в Господе. Кто бывает с Господом, тот всегда радуется, хотя бы его предавали пытками и терзали. Они же, говорит, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5,41. Так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться. Не унывать одним словом, да, или как. Радовались за то, что причиняло им бесчестие их. Бесчестие они радовались, что за имя Господа их постановили. Когда вас в тюрьму посадили и друзья ваши возрадовались? Пришли сюда, говорит, не поймем, такая радость у всех, В тюрьму посадили, друзья радуют. Цветы бросали на голову. Радость в Господе удостоился пострадать. Это Бог допускает. Я ставлю такие ролики, ну, прямо это, и думаю, подумал, я не говорил, подумал, ни одного отклика нету. Просто мысль такая мелькнула, утром встал, завал. Матерки, ужас, что идет, сразу, как прорвало, как платину и понесло. Вот и все. Господь видит, что я как бы тоскую об этом, нет, а я сейчас благодарю Бога. И что ни одного обвинения в соответствующей истине нету, ни одного. Это означает, Бог прикрыл меня. У них ничего нету. За каждое слово цепляется, за каждое. Я там патриарха не признаю, Божью Матерь. Ну, И ну, брали в монастыре и исследовали книги. Представьте, счет-то нет этого. Нет. А кто-то исследовал, да нет. на уровне человеческой обыкновенной неприязни. Ввиду неприязни. Да что там говорить, да вот то-то то-то им сделать. А Бог, как нынче суд против меня начался здесь, в Женодорожном районе, а там этот узнал в Америке Филадеев Скуратовский, так он такую скинул, наконец-то этого упыря прихлопнут, благослови, Господи, Роспотребнадзор, из бомбиста пришел. А теперь, когда суд вынес решение, что все, отказать тем Роснадзору, ввиду отсутствия состава преступления, он нигде не вылазит уже. Почему мы не выйти, не сказать мое безумное отношение к Лапкину, вот это ликование, потому что безбожники нападают, Бог не услышал, а услышал нас, нас услышал, не вас. Ну это-то мог дальше это сказать, а уже нету. Жизнь, поганых насекомых на трупе разлагающемся государстве и церкви. Это не мои слова, Антоний Храповицкий сказал, поганые насекомые, кровососы. Ну, Даша, ты же молился об этом, чтобы меня задавили, но получилось, я опять торжествую, все поздравляют. Как Юля там сказала, я знала, что ничего они не сделают. Сектанты там объявили, круглосуточно молятся, православные монастыри с поклонами, по тысяче поклонов. Ты же знаешь, что они с ними делали в лагере? Ничего нету. А может будет? Не знаем, дело в Божьей руке. Давай. Ты хоть буди, не буди, убейте уже. Сядь прямо и глаза не закрывай. Попробуй. Ровно сейчас посиди. Глаза не опускай книзу, не принимай эту позу мертвеца. Сиди живой, чтобы у тебя глаза сияли радостью. Ты мелкий в упор. Не наклоняй голову нигде. Избрал позу мертвеца. Да разве это хорошо? Ни почем не видно, что ты живой. И вот я много сейчас смотрю, я всегда мне интересовала тема нацистов. И не давали выступать. Герман как начал грозить. Нас судят а в Советском Союзе гулак-то. Он погубил в сто раз больше, чем Гитлер. Почему вы их не судите с Москвой? Почему Сталин рядом не сидит? Так я с врагами бился, а тот свой народ уничтожает, Ленин. Почему они не судятся здесь? Ибо лишить слова, вывести его. И начался такой процесс, что они все растерялись и англичане и не знают что дальше делать. Ну и между собой посоветовались, там они сидят судить от каждой страны, четыре страны, Америка, Великобритания, Франция, Советский Союз, по два прокурора, по два. И вот они посудили там, говорят, на следующий день решили в этот вопрос не трогать, не разрешать говорить. Вот здесь вот так англичане делали не разрешать. Почему они где-то разрешили Польшу завоевать? Почему то другое было? Почему? Эти вопросы снять с повестки. То есть суд-то устроили, но не ожидали, что будет. А Герман их крошит, просто пыль летит от них. Ну ответьте мне, что молчите-то? Вы заботитесь о людях. А я не знал, там кто-то, ну знал, не знал-то, там разбирайся. Знал, бомбил. Он же виновен. На его совести там миллионы, как говорят, и Холокост, и все. Вот. Еще эти, сейчас Иран отрицают все, что 6 миллионов, дескать, меньше было. Ну что считать? 6 человек погубил, и то уже отправдания нету. Никакого. Главное, это Круп, тяжело больной, его на суд не вызвали. Кому-то дали 20 лет. главным архитектором Гитлера. Он министром вооружения стал. 20 лет отсидел и вышел. Вышел, и сделался богатым, знаменитым. А вот-то Скорсене даже не искали. Главный террорист у Гитлера был. Даже не искали. Он в Испании жил, открыто выступал, помогал кому-то такое богатство, помогал всем нацистам. Его даже не вызвали в суд. Почему? Вопросы, которые нужно отвечать. А почему? У бога известно почему. А если за бога, хоть одного судили за веру, ни одного нету. Ни одного. Я вчера прослушал Испанию отправлять посылку. Ну вот взял, да и отправил. Нет. Я взял, как говорится, диктатор, самый долгожитель у них был. 40 лет. Франко Каудилио. Каудилио, а этот был в Испании Муссолини Дучи. У нас вождь Сталин, а тут фюрер Гитлер. Это одно и то же слово. Одно и то же слово. По испански Каудилио, здесь Дучи, по немецки фюрер, по русски вождь. Вождь Сталин может говорить, а фюрер Сталин нельзя. Почему нельзя-то? Ну это, ну Россия может сказать, а Раша нельзя, Раша по-английски. Почему нельзя-то? И вот я посмотрел, какой он, как он любил свой народ Франко. И как он умел лавировать. Одну дивизию дал только, и все, больше не пошли. А за счет? Да как они, так, хотели воевать за Гитлера, ну пусть идут воюют. Он собрал эти противники его. Их там переколотили всех. Умный очень был. 40 лет. И все он такое, ну, неразговорчивый, и речь такая его, как будто бы не очень было. А офицеры его избрали. И вот он, главное, близкие отношения с церковью. Жена католичка, сам католик. Страна образовали. И наконец, сделала одна из самых просветающих стран. Вот как сумел сделать. Все поехали туда смотреть. Миллионы, миллионы туристов. А это же деньги. Живой поток. Самое ничтожное министерство было, министерство туризма. Вообще ничего нет. И поставили самого талантливого. И он так развил, везде построил, под надписью сделал, как в Горно-Алтай. Народ пошел смотреть. И все с Богом. С Богом. Сесть прямо, и они глаза не закрывают. Попробуй. Один час. Я просил сейчас только. Ты пренебрегаешь, да? Сядь прямо в этом часе. И не опускай глаза, не закрывай, чтобы глаза было видно. Зачем ты позу мертвеца? Он мертвеца, говорит он, как у преступника, говорят, жмурик. Мертвый, это у них жмурик. Сядь прямо, и глаза не опускай, видите, подними их. Жмурик, это за жмурик. Как вей. Ого, он говорит, я не закрываю глаза, но ты не жмурься, не опускай их. Сядь с сеночки, голову подними, не надо ли лицо опускать. Он еще ищет угол, спрятается. Не спрячешься, я всех тараканов вытравляю. Давай. Сиди прямо, глаза и смотри. Я хочу, чтобы ты был другим. Радуйся, Вася. Радостный, не трупом. У тебя все для этого есть. Ты же не из дурного сбежал сегодня. А я пиццу. Двигал туда всегда там. Давай. Филиппица. Четвертая глава, пятый стих. Кротость ваша добудет известно всем человекам. Господь близко. Толкование коротенькое. Так как Высший Павел осуждал некоторых как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво. Хотя бы они были и врагами. То есть враги креста, если кто забыл, я напомню, значит это друг роскоши земного спокойствия и безопасности. Это не то, что они там нападали, какие-то догматы нарушали. Ничего нет. Просто они отступили, у них другое там учение пошло. Враги креста Христова. Они тихо, мирно вели себя. Сарием-то так не поступили, когда он распространял учение. Николай, как брязнуло его по морде. Что вы забыли-то? Вот с этим и сравнивайте мои поступки. Я ни одного не ударил. А то будут у меня с Васей сравнивать. Он, Васей, никого не трогает, руки между ног, глаза никогда не поднимают. Еще ты ему не подражаешь. Вот это же можно в конце концов возвести в эталон поведения христианского. Еще капусты кислые в городу натолкать. Давай. Шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. А там зачем он сказал, Господь близко? Будьте кроткие, там еще дальше. Господь близко. Причем тут совершенно не к месту это два слова. Ну, только что читал впереди. Предыдущий стих. Потому что и Господь за врагов молитву... А, ну Господь... Господь говорит, не мстите за себя возлюбленные, мне отмщение я вас дам. Ну, что-то он близко, чтобы дать? Угу. Ну, а в откровении-то молится, Господи, доколе не мстишь за кровь нашу. То есть их обижали. Вот здесь апостол Павел призывает не быть к этим врагам креста, быть к ним милостью. А Господь близко. Ну, это означает, не судите друг друга, не будьте недовольны, не брюзжите. Вот судья стоит у дверей. Яков 5-9, кажется, написано. А они начинали, тех, которые жили беззаботно, начинали их судить, наверное. И вот им он и говорит, Господь близко, что вы вместо него... То есть умрешь сегодня, Господь тебе на суд приведет, ты что-то будешь отвечать? А мы судим, вот я сейчас буду судить. А вот такой-то он... А обернулся, а тот человек у дверей стоит. Таково мне будет, как неприятно. Ой, он слышал. А Господь рядом стоит у дверей, он слышит, как мы говорим, с каким намерением. Даже не так что-то сделал. И к вину мы не ставим завиду, что он совершил двойной грех прелюбодеяния и убийство. Это нигде про это не говорим. А Псалтирь написал? Андрей Крисович, что? Анафему 6-му Сиреновскому собору. Но мы ему вину-то это не ставим. Он принес покаяние. И оставил плагу. И там 50-й Псалом, и здесь канон. А если того не было бы, и не было этого огня. А остаток гнева превратит в славу. Еще раз. Шестой стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Толкование. А вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят вам оскорбления. Вы же находитесь в печали. Господь близко. Суд уже настал. Не заботьтесь ни о чем. Ни об оскорблении с их стороны, ни о вашей печали. Потому что они отдадут ответ Господу, а вы пребудете в покое. И вот еще утешение. Именно молитва всегдашняя, во всяком положении дел, и при том с благодарением. Потому что как станет просить кто-либо о будущем, не выразивший чувство благодарности за прежнее благодеяние? Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должно благодарить. Потому что благодарить за добро требует сама природа вещей, а за несчастье долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывают желания наши пред Богом. Тех же молитвы, которые совершаются, иначе Бог не принимает. С чего не принимает? Молитвы Бог не принимает неблагодарных людей, которые... Понимаешь, здесь два варианта. Один вариант, человек молчит. Вот его обвиняют, ну, архиерея тут одного, что ты такой там, с семинаристами, он не отвечает. Сразу же в интернете, значит, правда, молчит, он ему сказать нечего. Стал другой говорить, доказывать, да какой ты верующий, а ты зришься на нас. А вы как? Я говорю, на каждый удар я серии ударов отвечаю, всегда. Я их заставлю под стол залезть. А почему? Меня Писание к этому призывает. Конкретно. Камоны к этому призывают. Враги вылезли. Почему он вылез на брусь и в такой момент пропускать-то? Я обязан его загнать туда. Сколько людей сразу обращается. Я его поставил на место и другие люди сразу, а мы шли за ним, мы думали, он то, ничего там нет. Еретик. Я легко это доказал. А ничего не надо говорить было. Это монашеский выдумка. Не надо ничего говорить. Да и монахи не все молчали. Почему Максим Исповедник не молчал, Федор Студит не молчал. Почему Афанасий Великий не молчал? В колодце девчонка держала какая-то. Там кормила его, а тут он послание такое ударил, фейерверк, как будто бы атомная бомба взорвалась над Римской империей. Почему он молчал? Не молчал. Златоуст почему не молчал? Опять беснуется Иррадиада головы Иоанновой ищет. Прибежали эти сексоты. Ваше императорское высочество, величество. Он опять против вас говорил. Она затряслась к мужу Аркадию и в доксе выгоняем отсюда. А как выгонять? Никак говорит не могу. Он патриарх. Ну патриарх какой-то может. А какой? Ага. Феофил Александрийский. Вызвать его оттуда. И он на кораблях едет с подарком. Она ему все сказала. То и то тебе сделаю. Она в ярости была. И в это время в городе Стамбуле приехал Епифаний. Он канонизированный кирский. Критский лен. Ему 102 года было. Она вызвала. Если ты не поможешь мне свергнуть. И она осталась. Я открою языческое капище. Он ужаснулся злобе этой женщины. Христианка. Я отрекусь от Христа. Она ошалела. Почему написано? Лучше злой мужчина, если ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. А Премудра Соломона и Клесяста пишет. А он в женщинах разбирался. Ни одна была, с которой сегодня не сладишь. Тысячи. С тысячи ты познакомишься. Это надо время. Наверное, тысячи дней. И говорит, женщина злая, горше смерти. Силки и оковы. Руки и оковы. Там сердце и все перечисляет. Мы должны соглашаться с ним или нет? И когда мы слышим, читаем, мы должны какой-то подойти к граню. Это так дело похоже. Да, это на нас. Не надо бояться этого. Я отвечаю, да, отвечаю. не нападали. Ну и помалкивайся, иди, пока тебе за грудки не взяли. Он напал не на меня, на мои ресурсы, на лагерь, на деревья, все развалить надо, на книги, а я бы сидел и молчал. Почему я должен молчать, когда он нападает? Это не на меня. На меня это моя биография, вот я нападаю. они нападают, что я в бедной семье, то другое. Врут на каждом шагу, но они нападают на то, что у меня здесь есть мое сокровище, мои дети, и я должен молчать. То есть к чему враг подбивать? Я вижу, сатана вышел. Я им ответил, вы все будете поражены. У меня ни одного не было, который воевал, остался бы нормально. Вообще ни одного не было за жизнь. Я еще не успел из лагеря вернуться, прокурор уже умер, следователь умер. Такого не бывает. Никого нигде нету. Я оборачиваюсь, ищу их, а их никого нету. Интересно, а которые помогали? Которые помогали, приезжают в гости. Они учат меня, как обращаться с врагами. А как? Я за них молюсь. Я смерти не прошу. Я только говорю, предсказываю, что их ждет. Считай пророка Иеремия, и ты увидишь, как Бог открывает судьбу этих людей, то есть будущее. Считай. Седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Толкование. То есть мир, который Бог устроил с человеками превосходит всякий ум, не человеческий только, но и ангельский, как если бы апостол сказал, он спас или избавил нас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть. Ибо кто ожидал, что такие блага будут нам дарованы и что мы примиримся с Богом? Он, Бог, сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о мире, о котором Господь сказал, мир оставляю вам. Иоанна 14, 27. Он будет охранять вас, ибо и таковой мир превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум, то тем ли более существо дело. Выражение во Христе и Иисусе значит Он соблюдет вас в себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паче пребывать в Нем. Святые говорят, что не всегда мир возможен, иногда война бывает. Нет мира нечестивого, но они как взволнованное море пенятся с рамотами своими, выбрасывая ил и грязь. Вот это слова. То есть они говорят страшные слова. Ил и грязь, порок Исаия говорит, пенятся, то есть они злобствуют. Почему эти слова не берете? Это вы противники, вы нападаете, вы осуждаете, вы подыскиваетесь. Вот так. Надяйся на Бога и всегда радуйся. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Во Христе, чтобы все это кончится. Восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Толкование. Говорит так, как бы спеша и не имея уже ничего общего с настоящими обстоятельствами. То есть, все добродетельное, ибо зло есть ложь, равно как и наслаждение им есть ложь. расхождение злом доставит удовольствие зла. Что честно, цитата, это против тех, которые думают о земном, то есть о земном это значит нечестно получается. Что чисто, это против тех, бог которых чрево, то есть, которые о чреве думают, значит, нечистые мысли, что любезно, то есть, богу и людям, а последнее значит, чтобы никого не оскорблять. Видишь ли, он желает, чтобы они обращали внимание и на то, что касается людей, но не просто асказав, что только добродетель, так как от помышлений рождаются дурные дела, то говорит, о всем помышляйте, то есть, о том, на что указано выше. Помышляйте о горнем и не о земном. И здесь тоже о чистом, любезном, о достославном, о честном, справедливом об этом нужно мыслить. Тогда и дела будут добродетельными. А корень всех зол сребролюбие. Это антидобродетель, который хочет только для себя жить. Честный, чистый, он думает, как бы добро другим людям сделать. на каждом шагу. Вот смотришь, такое делаю, я всегда спрашиваю, скажу, духовно это или не духовно, что ты так делаешь, небрежно в работе. Ну, простая, простая работа. А бы как. Прибил доски, пришлось, после обеда уже все отпало. как ты мог так делать. А она пришла, жалуется, матушка, вот сделал забор, а он упал. Ты это делал, я делал, ну, как же ты мог так делать. Вообще, слепой делается человек. Опилки много. Матушка взяла, человека попросила, я дал, говорит, опилки откидать. Дальше, вот, здесь опилки, вот мы стоим, тот забор у нее, а здесь лежат доски привезенные, новые доски. Я прихожу, досок нет, где? Он опилками забрасывает, все, ни одной доски нет, все под опилками. Они ну, ты их видел, вот они лежат, прям доски новая, длинная, шестиметровая. Видел, ну, как же ты мог кидать туда, когда можно кидать туда-сюда, но опилками закрыты, сейчас вообще не видать, по ним уже сейчас едут, овечки идут, все, еще нет. Назло делал, или что, скрыть хотел, нет, я никак не могу понять, что это такое, как? Ответ только один, мертвый, слепой. Начнешь говорить, а вот вы человек, я даже не называю кто, в каком государстве, ну, нехорошо это, это же на тебя будут пальцем показывать. Вот у нас у Игоря, этого, барабаша, урожай, гречки прекрасный, второй раз пересевали и ушел под снег. Сейчас. Ну, Алексей Сесов сказал, что если подсохнет, оно весной можно убрать, но главное-то, его вины никакой нет, техника ломается. Ну, ты сочувствуешь этому или нет? Я переживаю, как будто это не его урожай, а мой. Я вижу, он веселый, а я печальный. Ну, там на миллион примерно у него. Это как-то. И на кого ты жаловаться-то будешь? На Бога? Ну, еще бы недельку постояла жара и все бы убрал. надо научиться во всем видеть даже в непонятном заботу Божию о нас. Вот заботится он. Что он ему хочет сказать? Ничего я не знаю, я даже думать не могу. Но я знаю, не скажи ни одного хульного слова. Не так, начали ругаться, к небу кулаки подняли. Да Бог дуни-то ни кулака ничего не будет. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благодарю тебя. У него все переживания я ничего не могу сделать с собой. Я ложусь спать и вижу эту гречку, как она свела, какая густая, какая хорошая, как он переживал, как они с Терентьевом с комбайна не слазили там, ремонтируют, выехали, второй сломался. Он только купил подержанный. Я объявление сделал искать новый. Кто там счет был? Так. тысяча одна там ничего не решает. Там миллион даже не решает. Ну, а тебе-то все равно или как? Все, что ты видишь. Вот я не знаю, вот ИГИЛ показывает, их долбят там сейчас, днем и ночью они бегут, а мне их жалко. Молодые ребята спортивные такие, подтянутые с бородами бегут, автоматы у них, а их там рвануло, ничего уже нету. Просто трупы лежат. это тоже люди. Научись сострадать, и тогда ты поймешь, что к тебе так же будут относиться, будут сострадать, как ко мне. Меня почему-то пытались сохранить, обеспечить люди, которые никакого отношения ко мне раньше не имели. не разговаривать, туберкулезный отдел. И они там договорились с врачом, Татьяна Прокопьевна, врач хорошая, Надежда Васильевна знает, чтобы меня вырвать из этой бригады, которая работает. И он пришел, все высчитал, когда ночью, когда начальства никакого нет, один бригадир, и он проходит мимо меня вот так, раз, за руку, не разговаривай, беги за мной, скорее, за руку меня, и бригадир увидел, ай-ай-ай-ай, подожди, рабочего потащили, скорее, скорее, надо из этой промзоны, там, идет, ступенями, кверху, и через забор, и там вторая уже, куда-туда-то, ты меня сразу там закрыл, там у него железная ворота, железная стена, и все, не вылазь нигде, сразу назначил мне там тройную наэропорцию масла, молока, у меня затемнение легкое было, туберкулеза не было. Кто он такой, откуда, первый раз его вижу, и теперь мы сошлись и ролик составили, я его нашел, ролик, сейчас еще я его выставлю, один меня снимали, а другой автозапись, она почти идентичная, я ему книги послал, и всем от благодарить, и потеряю, помог приехать. Вот, важно было, очень важно для меня это было. Да, у врача жила, а у него была в гостях. Видишь, как Бог делает. И поэтому и ты будешь сострадателем. Он сказал, он сострадал. 16-20-30-ти. Он видел мое бедственное положение, обыск, проверка, я прихожу, Библии нету, большая Библия нету. Он не беспокоится, я знаю, что проверка будет, я же офицер. Я так пришел у вас из тубочки взял и себе все их спрятал. Мои просворы все там хранились. Представь себя. Я кого спрашиваю, было у вас такое? Зоя Крахмальникова? Нет, она прятала где-то там в водосточной трубе. как Муамар Кадат спрятался где-то в трубе в какой-то и там его нашли. Они меня прятали, они хранили меня. Люди не нашего круга, повторяю, вот что удивительно, да наше это понятно. И при том, не этот раз, только где бы ни был, такой путь мой, везде, первый раз в Новокузнецке, заключенный выдает, там, рваные матрасы, там, перепачканные, не знаю. меня сразу в сторону, я отошел. Подходит, все прошли, когда так, отец, иди сюда, достает там на крахмаленой простыне. И когда я говорю, что, я специально хранил, когда ты придешь. А ты что, знал, что было? Не знал, но я знал, что меня Бог найдет здесь. Бог! Понятно? Ведут и спрашивают, а где бы вы хотели, а где табака нет? Везде курят, а она говорит, ну где? В ШИЗО его. В ШИЗО. Штрафной изолятор. А там, так штрафной, там нельзя спать проще, а мы ему сделаем, и спать будет, матрас туда, и полка там все. И пришли проведать, женщины все. Ну и как? Я говорю, что-то так душно, и тут дышать не очень. Душно. Она побежала, швабу принесла, там окошечко, а там тринь, только все вылетело. Воздух оттуда ударил. Ну хорошо, я говорю, очень даже. Не знакомый первый раз. Я первый раз в этом городе. Никто не предупредил, что такой-то вот придет, вы ему открывайте двери. Нет этого? Ну, именно так. Я это делюсь с Глебом Якуниным, с Сашей Огородниковым. А Саша Огородников не простой диссидент. Он какую-то медаль получил от Маргарет Тэтчер. С какими людьми знают, от премьер-министра и Великобритании. А я вообще никто. И удивительное дело, и где бы ни был, в Новом городе, уже на Тасе, там привезли в Ташкент, хлопы заедают. Приходит начальник. Так, собирайся. И повел меня там, где милиция. А там чисто у них, еще нет. Я, все, колечка готова, как будто я милиционер. Что это означает? Мне говорят, у вас, стоял знак от КГБ, с вами как обращаться нужно. Не знаю я. Я благодарю Бога за этот знак, если он был. Там никакие авторитеты, никакое хозяйство не поможет. Там ты заперт, связи нет. Вот я считаю, вот это, вот я вижу. Радуйтесь, всегда радуйтесь. И там проповедую, благодарю Бога. И хорошо, что меня посадили. Иначе бы я не знал вот этой обстановки. А теперь я могу другим подсказать. Ничто тебя там не спасет. А Бог, Бог, как сейчас помню, в Кемерово медицинская экспертиза, ну как, психиатрия это, и уборщица приносит, и под подушку мне вафли там, это, пряники, а другой напротив, а что мне не даешь? А что я тебе дам? Ты только обмотеришь меня, а он молится. Мне мама говорила, кто сорок земных поклонов кладет, того Бог слышит. А я ничего не знаю, я просто клал сорок земных поклонов, и она это, а ей мама говорила, мама-то умерла, а мне в памяти. Теперь я пришел, она мне, видите, сорок поклонов кладу, и она мне теперь кладет под подушку. Уборщица обыкновенная, с нашваброй. Ну что я могу сказать? Чудо. Это здесь какое чудо? А там, когда ты всем враг, и дадут, как говорят, ходил я по разным палатам с преступниками, которые там убили несколько человек, говорил бесстрашно, прямо в лицо, призывал к покаянию, с врачами был обходителен, не назойлив, тепл в обращении. Харферису куда-ли, освобождайте тюрьму, выпустите меня, я хороший. весок бобра прутиком на воде написал, выходи за меня замуж, я хороший. Вот мне везде, я так, когда начинаю, говорю, для того смешно все это дело. Они рассказывают, умирают от страха, а я там, также угрожает смерть мне, а мне всегда было весело. Я не могу на полном серьезе воспринимать это как наказание, потому что за это Бог обещал награду. И мне радостно, вот сейчас идти, а она тут буйствовала против меня, Фаина-то, Соломон, это королева, а мне нужды никакой нету, у меня никогда ничего к ней не было. Но я говорил правду. А за что обиделась? Я говорю, судя по мировой истории, как евреи себя ведут, какое сделали дело с Россией, а не вот это, можно подумать, что Бог ошибся, избрал этот народ. Как она взялась для меня. Я говорю, я не сказал, что аптисто, можно подумать. Можно было избрать такой народ, какой-нибудь грузинский, добрый такой народ, который не воинственный. Ну, найдите каких-то там финнов, или вот эти там собрались разные, у Сюриха живут они. Ну, но именно таких людей избрали. Я просто мыслями поделился, она мне начала гвоздать вот так. Я вам евреи помогают, а если он банкир этот узнает, вам что скажет? Я говорю, так я ему первому книгу подарил. Книгу подарили, я говорю, конечно, а там про евреев и написано. Она хотела меня подловить на этом. Я говорю, я ничего не таю, я всем отдаю. У меня много друзей евреев, и все хорошие. Ни одного злобного еврея около меня нет, и все друзья. Ну, почему? И при том, знатные банкиры, профессора, академики, и они не знают, куда меня посадить. Прихожу. Целуют, обнимают, а одна пишет, да, действительно, вот он говорит на меня, чудо народа израильский, но для меня не меньшее чудо, что вот такие люди, говорит, есть еще, которые в библии нормальные. Глаза его хоть светлые захватить, пока он снова не упал. Ресницы не надо. Покажи. У меня такой снимок будет, как в паспорте, скажем. Вот так. Разбудили мой отец. Ага, дальше не пошло. Что это означает? А то, что у меня Мария сегодня снимает. Мария доверила, Володя. Девятый стих. Чему вы научились, что приняли, слышали, видели, и видели во мне, то исполняйте. Хвасток какой. Да. И Бог мира будет с вами. Подражайте мне. Я когда сказал кому-то, наконец, заумирали попы. Да как, можно о себе? Главное, говори, я грешный, супергрешный, архигрешный, ну все там это, гипергрешный. Ну и кто за тобой пойдет? Я говорю, благодарю Господю, что избавил меня от этого, от этого, от этого. Благодарю тебя. Ты даешь мне служить тебе в радости, в труде. Вот представь, Виктор Андреевич у меня привез таблетки там новые. Я не беру никак. Уж он упрашивал, упрашивал. Я говорю, иди. А если дашь жене, она подмешает мне где-то. Чтоб в дом не заносил. Я не болею. А это, это не болезнь совсем, это повреждение. Надо же это радостно, упоительно, азартно, как я говорю. Толкование. Так как нельзя было говорить обстоятельно обо всем, о входах, выходах, слове и одежде, то говорит вообще, чему вы научились, что слышали, посредством из устного научения, что приняли письменно, и что видели во мне через самые дела. Потому что являть себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее учение. Я могу сказать, одевайтесь, как я. Я сегодня оделся, это для фани. Оделся, блядь, костюм тот, брюки, все, все одел для фани. Чистая. Без заплаты? Без заплаты? Без заплаты. Другие, это наполовину, средняя, заплаты мне заплаты. И костюм-то какой надел. Так а сейчас не пойдете, пойдете вечером. Ну я тот надел, подумаю, а Фаня опять скажет, что-то не так, да, дай-то полыше одену, пусть она маленькая, как у меня. Ну да, а вы ее будете раздражать. Один у вас говорит, прикид, чего стоит. Так это самый модный, прикид-то вы одеваете, с заплатками, все так ходят, рваные с заплатками. Вы самый первый сейчас. Ну хорошо, если бы вы были православные, настоящие, вы бы сказали, это настоящее одеяние православного. Настоящая моя еда, православная. И жилище мое, все православное. Ну, Нина пригласила меня жены, я назвал на ней дом, Акули, полигон. Я примерял, как я бы это был, будь мое, где бы я тут что-то сделал, где бы нары поставил, сколько бы людей у меня было, бесплатно жили, как я всю жизнь прожил в этом. А там у них ходишь, пустые комнаты, внизу огромная собака. И все. Я у нее был. Она когда прочитала текстоверение, смеется, говорит, я поняла, это про нашу. Написал, там на двух- или трехэтажном, там смотреть жутко. А у меня маленькая-маленькая комнатка, и у нас всегда колготятся люди, приезжают спят около вокзала. 12,8 квадратных метров. Все. Кухня, мастерская, спальня, трон, зал мой. Все. Я там, Тон, студия стоит, 15 огромных магнитопонов, маяк, у Надежды Васильевны, тапочная мастерская, открыта там. И все на этих 12 квадратах. И 11 человек у меня ночует, и ни один на полу не лежит. На 12 квадратах. Понимаешь, я прожил очень интересно, никому не подражая. Просто мне это нравится, почему? Это моя суть. Вот я прочитал у Антония. Ага. Вот его одежду Павел Препростый чилит. А мне не надо Павла Препростого, я сам починю. У меня совершенно нету. Он ее одежду чинил, а мне не надо этого. У Пахомия столько-то было, монахом там, и вот одежды взяли, он старый свой искал. А я не понимаю, с работы прихожу, носки нет, я тоже сажусь, рукавички тоже, я непрерывно починяю. И за лето ни одной пары рукавиц не истрепал, ни одних носков не истрепал. Я как-то рубашку наделал, одежда Васильевна говорит, да я уже 35-й год, это рубашки-то твои. И нынче уже принесся, я говорю, вот так комар сел, а она только что зашила, я рукой-то взял, а пальцы сразу же прошли через рубаху и по голому телу пошли. Я опять снял. Сзади пришлось вырезать, там полностью сатлело. А спереди у меня как фар, только так поднимается, фалды такие, ну это, пушкинских времен. Мне интересно все. И такие же около меня люди, и все заплаты, и Никита заплаты сейчас садит себе, и Володя. Мы не покупаем ничего. При нашей зарплате это как раз. Павел говорит, я брал деньги с вас. Брал. Но воспользовался ли я чем? Вот это я могу сказать. Воспользовался ли я чем? Ну здесь я беру деньги, я не знаю, по сколько, по 30 беру? 30-50? 50. Воспользовался ли я чем? Не считай, ты воскресенье тут прекрасную мне рыбу даешь, откуда деньги? Я пытаюсь рассчитаться, она говорит, где-то остались что-то. Да, да. На зависть Третьякова. Конечно, вам готовят специально сестры, я говорю, я просил, я пытаюсь рассчитаться, не дают, как я могу опротестовывать любовь. Я женщина всем благодарен и в досталь, что мимо меня, не заметив, прошли. Взгинули лишь косы, змеи струили щекосы, с занозой в них не вошел, и нечего того рашить. О, один куплет чего знает, а вокруг меня чистые сестры, я на шатком в своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. Чего-то стоит это? Такого стихотворения Пушкин не мог написать? 113 любовь здесь было. Давай. Еще. Так, толкование продолжим. Потому что являть себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее учение. Не только помышляйте, и не только говорите, как выше было сказано, но и делайте. То есть, если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии. Потому что, когда мы будем в мире с Богом, конечно, посредством добродетели, и с людьми, с ненавидящими мир, я был в мире, читаем Солом 119, 7 стих, то сам Бог будет с вами. Так как, если он, Бог, ищет удаляющихся от него, то, как он не придет к приближающемуся к нему? Вопрос. Да, конечно. Там, наверное, интересно, в Марии Яковлевне, наверное, у Нагаева, Оля куда-то стала ходить, она работала на АГТРК, у нее, Оля, и она решила с ней пойти на занятия, проверить, какую секту попала дочь. Пришла и осталась, приняла крещение. Вот она, когда Раиса Николаевна была в Болисе, она, мы одновременно их посетили. Вот и все. Вот вижу на надписи, как красиво они оформлены, покажи, везде. Вот вверху, глянь, с какой тенью. Медленно, медленно покажи. Это кто? Надежда Ивановна. Там почти такая же история. У нее отец был писатель, Фролов. Писатель. Тоже кто-то кого-то стал смотреть, Николай или за ней, или она за ней, мы пришли, мы приняли крещение. Ну что, зазомбировали их, знаю просто, как цыплят. Людей-то не понимают, нет понятия, что Бог это делает. Придумали слово зомбировать. Вот эта вот картина, Вестава Доре, я был в Пензе, оттуда привез. Рамку сделали здесь, она просто на материи. Сектанты подарили. Вам нравится эта картина? Возьмите, а там кто-то ударил ее ножом, что ли, Христа, где венок-то у него, там, видите, там прорыв, прорван. Потом подправили картину, там опять ее оживили, обновили. Я привез сюда. Вот там, у Христа прямо. Я не ищу. Вот, и мне очень нравится, я влюблен просто в российский флаг. Повторяю, что он вневременный, его можно тысячу лет назад было повесить. Он вненациональный, он может быть у немцев, у африканцев, в Европе, в Южной Америке, где угодно. Внеконфессиональный, может быть православный, баптистов, у мусульман, у буддистов. Флаг единственный за всю мировую историю такой флаг. Флаг проповедь. И никто этого не видит. Я что говорю, я нигде не считал, это я сам увидел. Мне открыто, а они мне открыто, значит, я необыкновенно мысль, почему? Внизу красная. Ну, красная полоса что означает? Кровь, это всегда кровь. Это даже доказывать не надо. Красная кровь. Где? Ведь одинаково все рождаются, мусульмане, тысячу лет назад, сейчас православно одинаково. Все рождаются в крови. Ни один бескровный не рождался, никогда. Царский сын или бомжа какого-то, все, человек родился, вот красная полоса. Если бы это было в раю, ну, так бы это сказать, ну, сразу человек вернулся, тогда бы и на этом закончилось. А теперь помышляйте о горнем, а не о земном. Кому говорится? Когда? Тысячу лет назад, так и сейчас. Мусульмане тоже ищут Царство Небесное. И верующий Богу Ра тоже верит. Помышляйте о небе. Голубое. Родился, теперь, смотри, голубую. Помышляйте о горнем, а не о земном. Вот оно. Ищите горнего. Гехри, о горнем, помышляйте о не о земном. Вот оно, горнее, горнее, то есть небесное. Синее небо. Почему? Синее небо меня там манит. Знаешь, что там Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет мести угроз. Вот вторая полоса. Неважно, кто это, Гитлер, Ленин или Патриарх. Все родились в крови, всем надо думать о вечности. И дальше, хочешь ты, не хочешь, но все предстанут на суд Божий. Второе, Коринфянам, пятая глава, десятый стих. Всем надлежит предстать предсудилище Христова, чтобы получить соответствие тому, что делали, живя в теле, доброе или худое. Всем, всем. И мусульмане, и православные, и баптисты, и коммунисты, и фашисты, все предстанут, все, и винилый, и великий, и белый престол, от лица, который убежали небо и земля. Когда там этой курицы двухглавой, там нету, никаких знаков-то, а просто вот эти полосы. И этот флаг батюшка был у Ивана Суворова, протееря. Он говорит, что бы Игнатью подарить, да у него все есть. А вот российский флаг, батюшка говорит, вот этот он примет. Батюшка знает, что я влюблен в него. И он его купил и прислал. Это государство, это шитое, настоящее. Там справа, видишь, как проштрощат, туда палку заталкивать надо, вот справа, чтобы держать. Вот. Он в два раза шире, ну так положено. Это флаг не российский, но дан в России. Это флаг божественный. А другие полосы вот так, желтые там, коричневые там, они ничего не значат, значит земное, рур, добывают уголь. А это именно о жизни. Жизнь. Я говорю, ну опровергай. А что опровергать, когда я на все три? Во грехе зачатка, во грехе родила меня, какая-то моя избавляет кровей. Вот я показал. Все. Вот это наш российский флаг. Не Андреевский, а вот именно вот этот. Да это был он там, там во Франции, Марсельезу пели, но правда кверх ногами, вот тут и он, вот что кверх ногами. А тут по порядку родился, поднимая глаза к небу, огорнем, и дальше суд божий выше. Вот в этом порядке. Когда советскую власть порушили, ну и гуляли на родностях-то, а утром Борис Николаевич встал, увидел, что перевернутый флаг висит на Кремле, а только расцветало, он с просонок еще глаза протер. У-у-у, мать твою, да что же я это, ты рабочего там это вызвал, Борис Николаевич, ну еще нас все перепелисли, никто ничего не видит, им разницы нет никакой. Ну вы сделаете, как правильно, ну мы сделаем, сейчас опохмелимся пойдем. И все воспоминания там Коржиков или кто пишет, приближенные его. Он даже изматерился. Разница людям нет. Я не раз видел, на флажках где-то висит, кверх ногами. Я объясняю, что не может быть, чтобы сразу человек от суда Божия и стал помышлять о небе, а потом бы ему кровавая баня была. Так не бывает. Вот как бывает. Родился небо, суд Божий. Это эпоха каждого человека. Просто я милиция, веду занятия в милиции. 750 человек. И у всех здесь это самый флажок, эмблема. И ни один не мог объяснить. Ни один. Вообще никто не объясняет. Я студентам задавал, никто не знает. Профессора, никто не знает. Да что ж вы такие неинтересные? А я православный, мне все интересно. Запомнил, Василий? Все. Ты вот знай этот флаг. Какой он хороший. Это проповедь сплошная. Так, когда кончат? Все интересно. Уже кончилось? Нет. А? Час 25 прошло. Еще, начали 12? Да, заканчиваем. Уже час 25 прошло. Все, да? Полтора часа. Ну давайте молимся, благодарим. Я пойду. Сейчас позвоню. Куда вы пойдете? 5 часов пойдете. Потом закройте сразу. Сперсимой флаги отпустим, знаешь. Показали вышли, наполовину сюда. Извините. Ну что? Так, конечно, не. Застойно, пойте. Застойно и всякого истину, Блажей Детя Богородицу, Присно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И слабейшую без сравнения с Иерахим, Без искрения Бога Слово Рожшую, Сущую Богородицу Тебе мечае. Отец наш Небесный, Всемогущий, любящий наш Отец, Слава Тебе за воскресный день, Напоминающий о Твоей победе над смертью, Над тьмой и над дьяволом. Как много Ты сказал нам из слова Твоего, Хвала Тебе. Дух Твой Святой преображает души, Дар и духовное рождение Правителям, Патриарху, Епископам, Священникам и Пасте. Благослови брата Иакима, Возврати его в мире. И нас помилуй, Благослови предстоящую встречу. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава. Спасибо, Христос. Слава, Христос. Слава. Спасибо, Христос. Вот так, как закрывают по каждой книге. Надя, возьми, Галя, затяни там от пыли. Стоп, стоп, стоп. Вторая нога полностью здесь. Все время то, что опасно для книг.